Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о такой серьезной и сложной тематике, как безопасный сон ребенка. Это только звучит так легко, но это очень серьезный вопрос, потому что нам, докторам, иногда приходится сталкиваться с трагедиями во многих случаях. Есть такое понятие, как синдром внезапной смерти у ребенка грудного возраста. Чаще всего это бывает у детей от 0 до 6 месяцев. Ребенок от 0 до 6 месяцев должен всегда спать отдельно от матери в своей кроватке. Если вы берете ребенка к себе в кровать, то для этого у вас должна быть причина покормить ребенка, с ним пообщаться. Но спать вместе никогда нельзя. Каждый ребенок должен спать в своей кроватке. При этом кроватка должна находиться рядышком с вами, чтобы вы всегда могли видеть, как дышит ребенок, правильно ли он дышит. Ребенок у вас должен быть уложен в кроватке. Это должен быть достаточно жесткий матрас. Он должен находиться на ровной поверхности. И использование при этом каких-то мягких подушек, либо перин не показано, потому что очень важным и в профилактике данного грозного осложнения и трагических таких случаев является профилактика перегревания. Температура воздуха в комнате, где находится ваш ребенок, где он спит, должна быть в пределах 20-22 градусов. Потому что, когда идет перегревание ребенка раннего возраста, это нарушает терморегуляцию и параллельно нарушается работа центра дыхания у вашего ребенка. Очень важно, чтобы когда ребенок спал, у вас он был правильно одет. Он не должен быть одет очень тепло. Одеяло не должно прикрывать личико ребенка. И вообще на лице у ребенка при этом ничего не должно находиться. И если он у вас прикрыт одеялом, то уровень данного одеяла должен быть по верхней треть грудной клетки. И очень важно, чтобы края одеяла были закрыты и заправлены под матрасик. Очень важно, чтобы на груди у ребенка не находились никакие на повязочках сосочки, крестики и так далее. Это, конечно, очень важно для вас чисто психологически, но это должно находиться рядышком, потому что все, что на шее у ребенка и так далее, при кручении, оно может нарушать ритм внешнего дыхания ребенка и привести к трагедии в вашей семье. Очень важно для того, чтобы ни в коем случае не курили в той комнате, где спит ваш ребенок. Ребенок до 6 месяцев не должен спать на животе, так как считается, что когда он спит на животе, идет переразгиб в шейном отделе, там, где идет достаточно ответственный участок из спинного мозга, и этот переразгиб, он тоже может спровоцировать такой трагический диагноз, как синдром внезапной смерти. Я желаю вам, чтобы все ваши дети были здоровы, а соблюдение правильного сна для здорового ребенка грудного возраста – это очень важно. Помните всегда об этом.